Всем привет! Сегодня у меня для вас видео о покупках одежды, обуви и аксессуаров на зимней распродаже. Кое-что я покупала с мыслью о весне и даже лете. Если вы любите подсматривать, кто же что-то новенького приобрел, если вы ищете вдохновение, обязательно оставайтесь со мной. Субтитры сделал DimaTorzok Первое, чем хочется с вами поделиться, это информация, где же я купила вот эти оригинальные, стильные, лаконичные, при этом легкие и бюджетные серьги. Все очень просто, я приобрела их в магазине Reserved, и сейчас у них скидки целых 70%, поэтому вы сможете их купить буквально за копейки. Зашла я, значит, в Zara, в стационарный магазин практически ничего себе не высмотрела, потом то же самое произошло с Mango, и я решила, что самым умным решением будет сделать заказ онлайн, то есть практически все, что я сегодня буду показывать, было куплено онлайн, без примерки. Мне так удобнее, мне так комфортнее, и мне не составляет труда вернуть то, что мне не понравилось или не подошло. Одной из немногих вещей, которые я приобрела офлайн, то есть в обычном магазине, стал вот этот пояс. Я сразу взяла его в самом большом размере, мне нравится закручивать пояса, интересно их завязывать, мне кажется, что тогда это смотрится более стильно, что ли, более расслабленно, и я приехала с ним домой без четкого осознания того, насколько сильно он мне нужен, и вообще подойдет ли он моему такому спокойному гардеробу. И я согласна, что это самый актуальный, самый заезженный принт этого сезона, но именно такой вариант леопарда регулярно возвращается в моду, и мне кажется, что такая деталь не смотрится как-то неуместно, что ли, даже когда это не на пике сезона. И оказалось, что этот мохнатый зверь очень хорошо дополняет мои скучноватые образы, придает им какой-то дерзости, поэтому он поселился в моем гардеробе и теперь остается здесь жить. Я довольна этой покупкой. Следующая мега удачная обновка из Зары, настолько удачная, что я купила эти сапоги до начала распродаж, в этом цвете, и как только начались скидки, я тут же отхватила себе светлые, такие молочные, о которых мы поговорим чуть позже. Я показывала вам похожие сапоги со змеиным принтом, но они не были настолько удобными. Там вот что-то меня смущало, и принт, ну короче говоря, я просто обменяла их на вот эти. И слушайте, до этого сезона я даже представить себе не могла, что я начну носить светлую обувь, такого плана, в холодное, в зимнее время года, да еще и настолько часто. Оказалось, что такая модель шикарно смотрится с длиной миди, с кюлотами. Конечно же, это все как бы мода, и все это между собой сочетается, но я заметила, что когда я надеваю вот эти сапоги с короткой джинсовой юбкой и вообще с джинсовыми вещами, со всеми моими жакетами в клетку, а у меня их довольно много, и в коричневых цветах тоже, ну то есть разные оттенки коричневого, и эти сапоги это бомба, и такие модели сапог сейчас есть у многих брендов, и я очень советую вам присмотреться к такому варианту, и попробуйте надеть именно светлый цвет. Он настолько вот визуально вытягивает силуэт, он продлевает ногу, и вот сейчас на мне надето платье миди, оно такое полупрозрачное внизу, я также покупала это платье на распродаже в Заре, и с этими сапогами это идеальный дуэт. Мне не всегда хочется подчеркивать талию в этом образе, но вы также можете надеть пояс для того, чтобы сделать это, и когда мне хочется чего-то лаконичного, но все же женственного, потому что здесь такая тонкая ткань, и где-то там просвечивается фигура, я надеваю эти сапоги, какие-то аксессуары подобного плана, и платье. Да, беру какую-то сумочку, и на это мой образ готов. А сапоги в другом цвете, держитесь, потому что вы от меня этого уж точно не ожидаете. Вот такой молочный цвет, и я должна признаться, что у меня нет ничего более освежающего в моем гардеробе, в принципе. Я купила эти сапоги уже со скидкой, они приехали ко мне, и я так надела свой желтый костюм, потом надела кюлоты, потом еще несколько вещей, и оу вау, оу вау, это просто покупка этого сезона. Они шикарно смотрятся. Я прям ждала комментариев моего мужа, мне было очень интересно послушать, что же он скажет, потому что здесь белые сапоги ассоциируются с чем-то таким, ну не то чтобы вульгарным, но с какой-то безвкусицей что ли. А он сказал, что это просто самая красивая обувь, которую я купила в последнее время. Так что еще раз говорю, светлые сапоги трубы обязательно примеряем, пробуем, потому что, ну это как глоток свежего воздуха, очень нравится. Я как очень мудрый покупатель присмотрела себе несколько классных вещей в манго еще летом, и все выжидала, когда они выйдут на скидку. Чудо не свершилось ни летом, ни даже осенью. Я подумала, окей, значит я вас перехитрю еще больше и куплю их с максимальной скидкой зимой, когда они никому не будут нужны, кроме меня. Если вы так же, как я, покупаете какие-то сезонные вещи заранее, не забудьте поставить лайк, посмотрим сколько нас. Я показывала эти вещи в инстаграме, и прикол в том, что даже три моих подруги купили себе такие же сумки, и теперь будем ходить с одинаковыми. Но мы не так часто встречаемся, ничего страшного. Сумка классная, и тапочки, как я их назвала, а скорее всего по-модному правильно будет мюли. Тоже мне очень нравились, и я не могу сказать, что это прям тот коралловый, который будет самым модным и актуальным этой весной и летом, но все же мы остаемся где-то в теме около коралловых цветов, поэтому можно сказать, что я буду в тренде, или, ну, я буду так думать. В общем, это такой приглушенный лососевый оттенок, который фантастически сочетается со всеми базовыми цветами. Причем сейчас я имею в виду все какие-то молочно-бежево-белые оттенки, и даже такие немного приглушенные, припыленные, но все же более яркие, интенсивные оттенки, как, к примеру, зеленый. Мне вот хотелось бы купить что-то в зеленом, таком спокойном оттенке. Мне кажется, что будет смотреться очень свежо и интересно. Сабо обалденные, моя подружка покупала себе такие же, но вернула, так как у нее нога уже. У меня 37,5 размер, я взяла 38, и все нормально, мне они нигде не жмут, они с меня не спадают. Мне нравится, что здесь такая аппликация, и вышивка, и бисер смотрятся очень интересно, и так, как я сказала, можно носить с чем угодно. Сумку, сумку-ведро, да, не каждая сумка-ведро смотрится как сумка. Это все-таки сумка, она тоже в похожем оттенке, очень такая позитивная, милая, аккуратно выполнена, и она есть в трех цветах. То есть, это вот этот, белый и черный. И здесь есть длинная ручка, и она однозначно хорошо будет смотреться со всеми бежевыми аутфитами, с джинсовыми вещами. Ну, короче, все то же самое, что я говорила о мюлях, и около коралловом цвете, то же самое можно применить в случае этой сумки, и вот здесь на дне еще есть такие ножки, которые будут защищать ее от царапин. Я очень довольна этой покупкой. Не знаю, как вы, я уже немножко устала от вот этого ленивого состояния, которое обычно присутствует осенью и зимой. Я уже с удовольствием покупаю что-то такое легкое, что-то, что я буду носить в теплое время года. И вот у меня еще и появились такие шлепанцы, которые я присмотрела опять же летом в Манго. И прежде чем я расскажу о них, напоминаю, что по возможности все свои онлайн-покупки я совершаю через сервис Letyshops. Это кэшбэк-сервис, который возвращает нам деньги, которые мы тратим онлайн, что может быть лучше и выгоднее. Дополнительная скидка – это всегда плюс для нашего кошелька. И что же нужно сделать? Нужно всего лишь один раз зайти на сайт Letyshops. Все ссылки, всю информацию я оставлю, как обычно, в инфобоксе. И это абсолютно бесплатно, это не занимает много времени. Один раз регистрируемся, устанавливаем расширение на наш браузер. Что это такое? Это напоминалка, которая как бы сигнализирует о том, чтобы мы не забывали активировать кэшбэк. К примеру, ты заходишь в какой-то новый для тебя интернет-магазин, а тут раз выскакивает напоминание о том, что здесь также можно активировать кэшбэк, и мы снова в выигрыше. Регистрируемся, устанавливаем расширение, и дальше продолжаем, как обычно, наш любимый интернет-шопинг, а кэшбэк уже сам автоматически начисляется. И также на Letyshops 28 числа в киберпонедельник стартует самая ленивая распродажа года, во время которой вам ничего не нужно делать, просто совершаем покупки через Letyshops, и будут дополнительные скидки на технику, на разного плана гаджеты, всякие бонусы, еще и дополнительно конкурс с классными призами. Так что, если вам интересно, то заглядывайте, и так как я сказала, на постоянной основе это дополнительная выгода для нас, такие вот кэшбэк-сервисы, так что не забывайте пользоваться ими. Мало того, что распродажи, так еще и получаем обратно кэшбэк. Это вообще очень классно. Возвращаясь к шлепанцам, их я купила в Mango, по-моему, с 70% скидкой, они очень мягенькие, они так прикольно смотрятся на ноге, потому что они такие немножко объемные, но не чрезмерно объемные, то есть в них ты не выглядишь как-то смешно. Они не жмут, они не должны натирать, и это такие шлепанцы, знаете, на один сезон, наверное, потому что они тканевые, но мне кажется, что сейчас сложно что-то найти из летней обуви, что будет служить годами. Классная расцветка, потому что сочетается со всем чем угодно, и если вы, так как я, закупаетесь заранее, то очень советую, они супер классные. Они стоят того, чтобы на них потратиться. Теперь будут более молодежные покупки. Я не знаю, что на меня нашло. Настроение мини, видимо. Но в общем-то я показываю вам такой более бабушка стайл, и некоторые меня ругают за то, что я запечатываю, запаковываю свою фигуру, ничего не видно. Почему только одна длина миди? Ну, потому что мне тогда так хотелось. А сейчас вот я купила себе несколько коротких, ну, относительно коротких вещей. Первое, это костюмы с Zara молочного цвета с коричневыми вставками, довольно скромный, кофточка укороченная, и юбка, наоборот, завышенной талией. Эти вещи продаются по отдельности, но я взяла сразу комплектом, и, как мне кажется, смотрится так нежно, немножко полуспортивно, но все равно шикарно. И это плотный трикотаж, который не вытягивается, не растягивается, несмотря на то, что у нас еще холодно за окном. Я уже несколько раз надевала этот костюм. Ну, такой он милый, я уже не могу дождаться совсем теплых дней, чтобы в полной мере насладиться этой покупкой. Буду носить этот костюм с плоским ходом, и, возможно, с более такой спортивной обувью. Моя терракотовая куртка вызвала очень много вопросов, и я покупала ее еще до начала распродаж, она и так не была дорогой. Сейчас у нас их вот столько во всевозможных расцветках, и это удачная покупка. Если вы ездите на машине, если вам не обязательно прикрывать попу, не забывайте об этом, или вот скоро уже наступит весна, тогда мы можем ходить в таких куртках. У нас в Кракове бывают по-разному с погодой, и в большинстве случаев я могу обойтись вот такой курточкой, то есть с машины в машину, в детский сад, куда-то там за продуктами. И мне очень нравится расцветка. Эта куртка смотрится дороже, чем она есть на самом деле. Мне нравятся детали, и я ношу эту куртку с шапкой, которую я показывала вам. Она из Reserved. Просто здесь говорят Reserved, и вы потом говорите, почему я так произношу, потому что это польский бренд, и здесь говорят так, ну, Reserved, но не суть. Главное, что вот эти вещи очень хорошо сочетаются между собой, и часто я ношу это все с моими джинсами, тоже из магазина Bershka. Я зашла, я не помню, что я туда зашла, но увидела эти джинсы, думаю, давай-ка я померю. Это классические джинсы на завышенной талии, они не прилегают, то есть кто-то любит такие модели, кто-то предпочитает скини, мне почему-то в кайф ходить в таких вещах, и эти джинсы из плотного такого денима, и очень хорошо сидят. Я не уверена, если они на распродаже, но в любом случае они стоят 20 евро, они не растягиваются, они не болтаются, и у них нормальные размеры, то есть не так, что берешь 34-й, там, или 36-й, а он на подростка, то есть мне только на ногу налезает, у меня 34-й размер, и сидит так свободненько. В той же Бершке у меня что-то конкретно понесло, и я еще и купила два свитера, они стоили недорого, они также есть на распродаже, и я взяла себе голубой и белый. Мне нравятся хлопковые вещи, и так как в этих джинсах, и в некоторых других моих джинсах, и брюках, завышенная талия, мне хотелось чего-то укороченного. И когда я вижу качественную вещь, эти свитера хлопковые, в них не жарко, знаете, есть такие акриловые, в которых невозможно выдержать, а это вот приятненько все, так что я взяла голубой, насыщенный, очень красиво будет смотреться с кроссовками. Я вообще, я в шоке просто, я никогда бы не подумала, что я захочу купить себе ugly sneakers, и сейчас я ищу что-то такое большое, вы мне написали несколько моделей, я вот выискиваю свой размер, все распроданы. Это говорит о том, что они очень популярны, не всем они нужны, я не уверена, как мне будет в них, но мне хочется носить такие джинсы, с таким свитером, и с вот этой курткой, и с огромными белыми, не ботинками, а кроссовками. Вот, не знаю, что-то такое. Я так давно хотела эти туфли, я немножко расстроена, может вы меня успокоите. Это туфли в мужском стиле, от бренда Gina Rossi, у них классные колодки, они продаются на Answer, поэтому, если вы живете в Украине, в Польше, то смело заказывайте, у меня есть несколько лодочек, и все они потрясающие, и все мои серебристые туфли, тоже от Gina Rossi. Я могу только советовать этот бренд, и несколько сумок у меня было, и маме мы там кое-что покупали. Короче, я засматривалась на эти полулаковые, они не совсем блестящие, такие, ну, больше, наверное, лаковые, чем просто кожаные, я засматривалась на них, на эти туфли, и купила таких. И могу сказать вот что, я не ожидала, что они так быстро согнутся, как когда их обувают, а в принципе эти заломы не так сильно видны, но я почему-то не учла этот момент, так сами по себе туфли, такие сексуальные, не побоюсь этого слова, смотрятся стильно, так лощёно, и, конечно, смотрятся роскошно, со всеми моими костюмами в мужском стиле. Напишите, может, так должно быть с этими заломами, и зря я расстраиваюсь, так как, ну, очень-очень сильно я их хотела, и, ну, не знаю, вот не устояла, и купила себе очередной свитер, только уже из новой коллекции Massimo Dutti, он тонкий, но при этом очень тёплый, уютный и комфортный, мой любимый серый цвет, ещё раз скажу, мне понравился воротник, он не прилегает, здесь с такими шнурочками, и также меня как-то привлекло то, что спереди он укороченный, сзади немножко удлинённый, не поверите, но в моих любимых когда-то леггинсах или брюках из Zara, таких кожаных, я так рада была, что я их купила, и что вы думаете, там уже не работает замок, ну, просто чёрт побери, если бы можно было заплатить в три раза, в четыре раза больше, и чтобы эта вещь, ну, хотя бы там, несколько сезонов, там, ну, ладно, два-три года прослужила, да, а то так обидно, вроде как находишь свою идеальную вещь, и потом полути, и теперь, что самое интересное, нигде этих леггинсов нет, и я в этом во всём ходила, мне нравилась, она такая полуспортивная, уютная, при этом при всём и с джинсами, и с чем угодно, можно носить её, она действительно тёпленькая, сколько бы раз я её не надевала, она нигде не скаталась, что не может не радовать, моя отличная покупка на сайте Asos, на распродаже, но не расстраивайтесь, эти платья постоянно есть, в разных расцветках, разная длина бывает, я просто долго выбирала между мини и миди, и всё-таки заказала миди, так как решила, что в этом платье можно будет пойти и на работу, и на какую-то важную встречу, и при этом чуть больше расстегнуть его снизу, и носить летом, в отпуске, где угодно, и я думала, что впервые я надену это платье именно весной, но докупила свои молочные сапоги, надела их с платьем, взяла светлую сумку, и, о боже, я была самым светлым пятном среди всех остальных людей, в радиусе, наверное, 5 километров, на меня обращали внимание, но только не в негативном смысле этих слов, то есть это смотрелось настолько свежо, необычно, интересно, и при этом элегантно, очень сдержанно, так можно было бы пойти и на работу, ещё раз повторюсь, и несмотря на то, что это чисто весенняя покупка, я уже ношу это платье, здесь такой приятный материал, но он мнётся, для меня это не проблема, просто говорю вам, чтобы вы потом не разочаровались, если вы вдруг не любите гладить, или если вас раздражает любая помятость на вашей одежде, в Заре я заказала такую небольшую сумочку, у меня не было ни одной вечерней сумки, которую я могла бы носить с серебристыми, ну, у меня свои какие-то, наверное, заморочки, я не могу, если у меня бижутерия вся серебряная, не знаю, там обувь золотого цвета, или что-то на сумке, я просто терпеть не перевариваю, такие ситуации, поэтому, когда увидела вот эту замшевую сумочку, по какой-то смешной цене, я купила её, так как знаю, что есть мероприятие, и просто какие-то вылазки с девочками, куда мне хотелось бы надевать именно такую сумку, я жалею, что в прошлом году не купила себе, очень похожую, у неё было лучше качество, здесь было такое пёрышко, наверняка у кого-то из вас она есть, а я же буду довольствоваться этой, и так как я сказала, она замшевая, это тоже дополнительный плюс, небольшая, но зато сюда поместится телефон, карточка и пудреница, то есть, это не чисто, знаете, класть, в который ты еле запихиваешь телефон, тоже, тоже хорошее приобретение, и последняя новинка, о которой я чуть не забыла, это серьги, с такой двойной застёжкой, то есть, она идёт и как клипс, и как гвоздик, у меня не было ни одних серёжек в серебре, таких массивных, внушительных размеров, поэтому я купила эти, так как мне очень понравился их дизайн, я надеюсь, что вам было интересно, вы присмотрели что-то для себя, возможно, почерпнули какие-то идеи, не забывайте регистрироваться на Lighty Shops, всех целую и обнимаю, поддержите меня пальчиком вверх, если вы любите модные видео, всё, всем пока-пока, до новых встречи уже совсем скоро!